Белбет, белорусское онлайн казино под видом белорусских лотерей. Так говорят организаторы этой лотереи, что это всего лишь лотерея, это не казино. Хотя там вся игра состоит из флотов казино. Как можно дальше говорить об этом, что это онлайн лотерея? Я не понимаю. Организаторы прямую всем говорят, что это обычная лотерейка, так как вы там купили лотерейку на почте, зачеркнули циферки и выиграли там определенную сумму день. Но тут же слоты вы тычете, как в онлайн казино идут барабаны прокруты. Что самое интересное, в эту игру играет большинство белорусов, которые просто без всяких регистраций, верификаций, не нужны там паспортные данные. В эту игру может играть ваш ребенок, которому 6-7 лет. Для регистрации всего лишь нужно номер телефона. И все, ты заинвестирован в этой системе. Пополняй через ерифт инфокиоски, которые находятся в магазинах, либо на каждой улице, на каждом шагу остановки. Мама дала ребенку 5 рублей на школьные обеды, а он пошел засунул и проиграл белбэ. Хотя вам сказал, что он покушал, потому что они на это и рассчитывают. Это самая, блядь, конченная игра, которую я видел в этой жизни. Ребята, если вы где-то видели по рекламе, рекламируют, ни в коем случае не переходите по этой ссылке, никакие выигрыши вы-то не добьетесь. Люди, которые там долгое время играли, сейчас очень большие долги из-за этого. И они очень сильно страдают. И если новичок пришел туда, закинел 100 рублей, выиграет 200, у него уже азарт пошел. Закинет 200, проиграет эти 400 и все. И больше у него нет денег. Он закидывает еще, еще, чтобы отыграться. Это уже в мозгу заложено у него. Если ты захочешь поиграть в эту игру, то я тебе скажу так, что лучше не играй. Это самая дебильная игра, которая есть на этом свете. Даже дети могут играть. Комментарии я читал. Они удалили даже свои группы. Удаляют комментарии в инстаграме под своим профилем. Потому что люди там негативные. Лично даже я знаю по работе, когда получали зарплату, кидывали туда полностью всю зарплату. И с таким вот лицом шли просто домой. Потому что денег больше не было. Потому что они все проиграли. Не было больше ничего. И они все равно играют. Раз проиграли, два проиграли, три, по пять, по десять зарплат. Ты трубки не берешь? Артем, мы где жить будем? Сегодня последний день за квартиру платить. Артем, какого хера? Через три не вылази давай отсюда. Что происходит вообще? Год целый проигрывает все зарплаты. И все равно туда кидывает. Везет в кредит и все равно туда закидывает. Во что верят эти люди? Эй, милок! А лет ты тебе сколько? Сорок, бабуль, сорок! Сорок лет мужику. А до сих пор ведь в сказки верят? Те, которые пытаются найти удачу в этой игре. Не до лотерея, не до казино. А начинается у всех как? В семейной компании муж с женой решили скачать приложение, закинуть пятерку. В итоге, после этой долгой нечисти, они нахуй друг друга посылают. Потому что проебывают все деньги. Детей кормить нечем. Себя кормить нечем. Нечем. Деньги все в Биллбете. А Биллбету поебать на ваши личные проблемы. Запомните, никакие нахуй онлайн казино, никакие букмекерские конторы никогда не дадут вам озолотиться. Даже если ты выиграешь много денег, ты оставишь все там. Я знаю много людей, которые выигрывают много там денег, и один же шхрен там оставляет, потому что жадность человека губит. Он не может остановиться, он хочет все больше и больше. Даже если там будет миллиард долларов, он все равно будет туда вкидывать. Запомните это. Пишитесь на профиль и пишите комментарий, что вы думаете по этому поводу. Субтитры сделал DimaTorzok